Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Уже усилены ограничительные меры. Для того, чтобы избежать повторения локдауна в Кировской области, необходимо увеличить темпы вакцинации. Обращаюсь ко всем руководителям крупных предприятий, представителям бизнеса, работодателям, особенно тех отраслей, которые постоянно работают с людьми с просьбой провести разъяснительные беседы в своих коллективах о необходимости вакцинации. Подчеркну, добровольность сохраняется. Но, отказавшись от прививки, вы не сможете работать с людьми, не подвергая их опасности заражения. Отмечу, что в Кремле уже называют неизбежной не только вакцинацию, но и ревакцинацию от коронавируса. Программа Экономика. Город планирует продать гостиницу Губернская. Вопрос будет вынесен на заседание Гурдумы на следующей неделе. В департаменте муниципальной собственности отмечают, что гостиница только генерирует убытки. В прошлом году к губернску присоединили гостиницы «Вятка». Правда, успешно вести бизнес в гостиничной сфере сейчас сложно из-за пандемии. В 2020 году убыточной оказалась и работа в «Вятке». Экономика. На 101. Киров попросит Госдуму ввести новые меры против торговли алкоголем. Инициативу депутатов УЗС Владимира Яговкина и Юрия Терешкова, руководителя Ужунского СВЗ, одобрили их коллеги по региональному парламенту. Предлагается ликвидировать правовую коллизию, за которой продавцы в магазинах могут торговать собственным нелегальным алкоголем и получать за это штрафы лишь по полторы-две тысячи рублей. По статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена». Продавцов предлагают наказывать по статье «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта». Там штрафы в разы больше – 30-50 тысяч рублей. Экономика. В завершении о валютах после выходных незаметно подорожали. Доллар на сегодня – 73,20. Евро стоит 86,89. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.